Итак, я начну с проблемой. У меня есть последний вопрос. Я хочу сделать последний вопрос. Я хочу сделать последний вопрос в салоте. Потому что они получили возможность подниматься в салоте. Потому что этот фильм будет смотреть 280 миллионов союзников. Это огромный фильм для тебя. Я объяснила, для чего вы снимаете. Чтобы он знал. Разрешил? 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 Да, да. Да, да. Я говорю, что таможенники уже дали ему разрешение. И хватало только его разрешения. Прекрасно. Труднее было получить разрешение Адриана, а не таможенника. Адриана, для журналистов слово «интеллигентный» — это высший комплимент. Адриана, я в связи с неожиданностью интервью я буду задавать вопросы неожиданные тоже. Самое плохое воспоминание детства? Ну тогда, когда уже болела душа и когда умел радоваться. Когда, как говорится, ты говоришь, что ты думаешь, ты думаешь, что ты думаешь, что это ты умел? Ну, я знал, что я знаю, что я у меня не было больно. Первое большое страдание, которое я испытала в моем детстве? Это не вызвало страх, а именно вызвало страдание. Это было когда, по причине финансирования моих, моя мама и мой папа, потому что мы были очень молодые, мы должны поменять дом, и идти в Глук, и идти в другую центру. Когда по финансовым причинам, материальным затруднениям, поскольку мои родители были бедные, я и моя семья, мои родители, мы должны были бы съехать с этой квартиры на улице Глук, к которой мы так привыкли с детства, и переехать в другое место, в центр города. Я не услышался. И это из такой маленького райа, где находился их дом, окружённые деревьями, даже маленькие ручей протекал, где дальше простирались поля и луга, и на горизонте можно было видеть горы, мы должны были переехать в центр города, где росло даже не было ни одной белинки, ни одного дерева, и где только вокруг проносились автомобили. И это, для меня, это был трамма, который я привела за всю жизнь, и, возможно, я должен сказать, благодаря этому трамму, я начинал понять, что это было красиво и плохое, что это произошло. И это событие настолько его травматизировало, нанесли ему такую рану, что она запомнилась на всю жизнь. Но, может быть, благодаря именно этому событию он научился отличать в жизни доброе, хорошее, от злоба. С этим связан мой второй вопрос. Как вы делите людей? Элеса, конкурсто, легата, секунду, даманда. Перле, лагенте, статэ, дивизи, комэ, лэй, дивиди, лагенте? Я не разделяю людей. Для меня все люди одинаковы. И лагенте, кредо, ксиа, ла коза пью бэлла, ксэ, сула терра. Я думаю, что люди это самое красивое, так сказать, создание на земле. Это бэлла просто, потому что каждый, каждый человек, который, так сказать, из этой всей массы, имеет свои индивидуальные собственные черты и свою красоту. Андрианна, но вы же знаете, что люди бывают злые, так что вы цените больше всего в людях? И что вам не нравится? Лагенте, может быть плохими, да? И что �qe что она также довела от человека? И что ты не понравишь с людьми? Если четверть współ, что я очень хажрую,fr zelfно. Это, как сказать, да... Ипокрисия. Когда люди не бывают искренними. Творство. Ипокрисия. Либо притворяется, что он добрый, хороший. Тем не менее, это сразу же видно, что он обладает совсем другими чертами. Это, по-моему, это самые неприятные черты человеческие, которым может обладать человек. Потому что именно этот дефект может послужить причиной дальнейшего поведения и поступка человека, который может привести даже к каким-то трагическим событиям. У вас много друзей? Да, много, амичи. Бэ, инсумма, амичи интими не опоки. Конечно, близких друзей. У меня мало. Потому что, я думаю, 4-5, которые являются истинными друзьями. Но, по-моему, когда я езжу и участвую в концертах, как вчера, у меня было 25 тысяч друзей. Грация. Последний вопрос одному Адриано и потом двойной. Сим, фамили. Если исходить из формулы, что у композитора песни его дети, какие из них любимые, а какие нет? Нет. Какие из них любимые? Такое. Сим, фамилии. Сим, фамилии. Сим, фамилии. Какие из них любимые? Когда мы не знаем, что это, например, у нас есть много. Например, одна из них, это именно та песня, которая напоминает ему детство, это мальчишка с улицы Глюк, который для него является каким-то столпом в его творчестве. И потом другая песня, которая очень, очень привязана, это «Стория любви». И потом «Призен Коллин», которая не говорит ни о чем, ничего не говорит. Потому что принцип его творчества, какая-то песня, та или другая, несет в себе какое-то послание, сообщение. А в некотором моменте я хотела, я слышала, я хотела сделать это песня, и дать вам сообщение через эту песню, где, в любом случае, это песня, которая не говорит ничего, нет слов, нет языка, нет языка. И мне как-то пришло на ум создать одну песню, которая бы несла в себе какое-то содержание, какой-то текст, какое-то сообщение, но в этой песне, чтобы не было бы слов. Она ни о чем вроде бы и не говорит. Адриана, я должен вас расстроить. Переводите. Я не видел такого успеха у гостя Москвы и Советского Союза последние 20 лет. В последние 20 лет, я никогда не виделъем success量 от интересного события. Но есть ваш успеха украинская. Но у меня есть часть вашего успеха украинской. Но одна часть твоего успеха вы его убили. Причем украина ваша супруга? И убили до твоего мужика. поэтому я сейчас буду задавать вопросы вас и вашей супруги а вы когда не согласны с ее ответами возражаете пожелали холли быть женой andriana я думаю что в жизни нет ничего легкого потому что даже казалось бы для легких вещей нужно очень много и вы можете представить что значит быть его женой и какие обязанности нужно нести я скажите пожалуйста что труднее быть его женой или актриса и режиссера челентан а а и 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 Будучи актрисой, здесь в основном большую часть занимает развлекательная часть, но надо и тоже прикладывать усилия. Отсюда получается, что больше трудность составляет быть его женой. Я не согласен с этой серьезностью. Я против всякого вида серьезности. Я думаю, что все это нужно делать с пасши, и нужно делать с удовольствием. И поэтому эта пасши, и с удовольствием, если это сделано в правильном порядке, это самая большая серьезность. Я считаю, что все нужно делать с огромной страстью, легко и развлекательной. Но когда ты все это выполняешь, тогда всплывает именно вот такой фактор серьезности. Я согласна с ним, что представить развлекательный аспект, это вещь очень серьезная. Я хочу ответить Андреану сейчас на одну секундочку, в связи с его репликой. Вчера репетиция длилась 6 часов, в результате чего очень устали музыканты. Это для вас развлечение? И Адриана, за то, что они терпеливо ждали, это означает, что они уважают все профессии. Итак, вопрос, на который они могут не отвечать. В чем они счастливы, а в чем нет? Каждый коротко. Я не счастлива, когда она серьезная или злится на кого-то. Вот эти моменты для меня довольно печальные. Я того же мнения. Но, однако, хочу заметить, есть небольшая разница в нашем мнении. Она чаще злится. Меяться. Адриана, если говорить о ближайшем будущем, что вы желаете для себя и Клаудио тоже? И для людей, вас окружающих, вам приятных? Если говорить о будущем, что вы желаете для себя, для Клаудио и для всех людей? Я желаю всем людям, чтобы работать и участвовать в том, чтобы сделать этот мир красивый мир, как это было раньше. Я хотела бы, чтобы люди работали, трудились и сделали все усилия, чтобы превратить наш мир в прекрасный мир, которым он был обнажды. И для этого, молодцы должны быть готовы, чтобы вы желаете, чтобы они забыли, чтобы они засунули рукава и наконец-то принялись за работу. И взяли у нас в себя какие-то обязанности в жизни, чтобы превратить нашу планету в планету счастье. И чтобы они научились отличать хорошее от плохого. И все хорошее, все хорошее уже заложено в природе. И человеку достаточно только догадаться и взять у природы, потому что только что нас может быть властью. Спасти это сама природа. Грация, Адриана. Дай вам. Тоже самый вопрос. Настя, задуманно. Си, я согласна с тем, что сказала Адриана. Только лишь одна разница. Все, что он сказал о всем мире, я хочу перенести в одно место, в семью. Я хочу, чтобы каждый человек нашел свой дом, в котором бы царила любовь, согласие и уважение. И когда я говорю о человеке, я говорю тоже о женщине. Я когда сказала о человеке, это я имела в виду не только мужчину, а также и женщину. Адриана, с сегодняшнего дня, после такого удивительного интервью, наша фирма получает имя Грация. Согласились ли вы участвовать бы в ней на паях? Ваша фирма? Да, наша группа съемочек становится фирмой Грация. Интервисты сегодняшнего дня организовывают у нас общество, которая называется Грация. Ты, ты согласен с этим, как говорят, cooperать с ними? Они организовывают у нас общество, которая называется Грация. Грация? Правильно? Название Грация. Грация Челентана. Спасибо. Грация Челентана. Спасибо Челентана. Грация Челентана. Попросился ли вы участвовать в ней на паях? Грация Челентана. 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 И сейчас у меня, так сказать, вертится идея, как бы какая-то надпись, что вот именно пожелание вернуться еще раз в эту страну, оставаться здесь подольше, поскольку она необъятная, и посетить не только Москву, но и другие части вашей страны, чтобы лучше узнать ваш народ. Считайте, что эта идея наша совместная. Деви консидеральковская идея речипрока. Грация. 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 А как сказать, очень большое спасибо.